Спят усталые игрушки Привет, друзья! Угадайте, чей это костюм? Правильно, Деда Мороза! Это итоги года 2, где я расскажу ключевые моменты этого года. Нет, не про Князь Вирус, это про Полочника и мой канал. О Полочнике рассказывать нечего, он быстро был разоблачен, группой СТ-922, но при этом я как-то всё-таки держался на Ютубе, хотя выпускал видео, по сути, ни о чём. После нахождения авторы мы с командой добровольцев занялись созданием копии оригинала. Я даже успел приврать, что у нас есть оригинал, но будто специально, когда мы всё проанонсировали, наш аниматор Антон сказал, что не будет делать оригинал, но сказал, что сделает анимацию за 550 рублей. Я даже договорился с одноклассником, что он задонатит, а в школе я ему верну деньги, но Антон окончательно отказался, ни за какие деньги не хотел делать видео. Он сказал, что винда полетела, предоставил пруфы, но не знаю, верить ли ему или нет, я не знаю. Ах, да. Я иду по темам, а не по порядку. Я дал моему украинскому другу Никите свой канал, чтобы он выложил туда реконструкцию Антона, пока я был на даче без интернета. Да, мы хотели выложить ёж 14 июня, но вместо этого примерно 20-21 июня Никита выложил туда разоблачения, которые подписчики обещали забанить, после чего Никита испугался и удалил канал. Но конечно были и хорошие новости, я стал делать разоблачения на другие смертельные файлы, не только про Палочника, я начал делать видео со своим лицом, со своим голосом, кстати в 2020, первом году я буду озвучивать своим голосом всё больше и больше. Также зацените мой прогресс в анимации. Да, я готовлю пятую серию мульта про Палочника. Она будет последней. В первом сезоне. Ладно, а чего полезного для расследования оригинала сделал я? По сути только нашёл дома из этих двух видео, их адреса вы видите на экране, ну и что? Зато мне было весело со всеми вами в этом году, я делал видео, и мне это нравилось. Ну ладно, а какие видео я выпускал про Палочника? Я нашёл фото комнатки, откуда мог вылезать Палочник, правда она находится на первом этаже. Я доказал, что Стэйшн 922МКВ назывался именно так, а не по-другому. Я сделал совместное разоблачение с Охотником на Ураганы на СТ-922М. Мы, конечно, оказались неправы, но было весело. Буквально в тот же день, когда я занялся разоблачением, вышел шуточный ролик Палочник, это Иллюмина. Также меня Никита попросил подменить его и выпускать видео за него, но я выпустил только одно видео. Тогда я понял, насколько Лагли старался ради меня, когда меня подменял. Спасибо тебе. Также я сделал несколько смертельных файлов, в одном из которых показал своё лицо. Многие сразу догадались, но я говорил, что нет, нашёл фотку в линете и всё такое. Однажды Ютуб мне начал кидать жалобы на нарушение авторских прав, и я поменял моё третье интро на моё четвёртое интро, которое, как по мне, оказалось парашей. Но не бойтесь, сейчас меня не банят, а интро я оставлю. Меня многие просили сделать видео по сиреноголовому, но я отказывался, говоря, что это чушь, но после разоблачения оригинала, видеоролик вышел в свет. Но перед этим я выпустил завершающее видео, в котором засветился Никита и Владимир Цайтусов. А теперь переносимся в начало декабря, именно тогда я выпустил первый сезон разоблачений на смертельные файлы. 14 видео выходили в течение недели, и радовали вас. Но спустя некоторое время, пошли обычные видеоролики, которые, тоже выходят каждый день. На этом можно подвести итог. Год был не очень удачным для старого канала, но зато как, мне было весело. Я выпустил столько видео и про Полочника, и про другие Крепипасты. Было очень радостно, когда я сделал какой-то лгарный видос и выложил его. Несмотря на все беды, Князь Вирус, пожары внизу планеты, год мне очень понравился, и я надеюсь вы тоже держались хорошо. На этом завершается наш год, но не это видео. Для тех, кому нравится моё творчество, я подготовил конкурс. Не надо быть подписанным на канал, не надо никуда ещё подписываться, надо просто перейти по ссылкам из описания. Если ты найдёшь все ссылки, и перейдёшь по одной из текстового документа в конце, тебя ждёт подарок от меня. Конкурс действует до конца января, а количество победителей не ограничено. Неужто это не самый лучший конкурс на Новый год? А пока я с вами прощаюсь до следующего десятилетия, оно будет через 2 часа. С Новым годом, пока!